и остался герой в мид для в 3 ты это секретом виндрейнджер может легко оказаться на самом деле на магнатавр почти уверен точно и ведь ты прав это магнатавр но его могут и забанить альянса тоже наверное понимаю ведь магнатавр то ведь ты помнишь это противостояние магнус против против пока потому что пак может влететь магнуса там засалить эти на линии там его цепляет с кем-то убивает на линии вообще пак ничего не делает магнусу так и теперь легенда упака теперь арба стоит дешевым но царя за лайнер стоит нормально ну и в целом по игре если пак находит магнуса то вся сила магнуса это это бан в эрке хорошо разбираешься я не думаю что хотели в эрку на самом деле пупе и редко делает так чтобы у него не было какой-то возможности в итоге подраться то есть сплит пуш рано или поздно нужно закончить дракой с магнусом очень легко на хай-граунде дефицит если ты да и все враги уже понимают что одно неловкое эмбер спириту даже не нужно battlefury чтобы теперь но ты все равно его соберешь естественно но то есть если рано слишком альянсы пойдут куда-то в таком случае не будет достаточного левела импауэра чтобы она качается в макс то есть никто не качает паровоз качается 2 обычно берут паровоз а потом дамакшу ну это десятый левел магнуса плюс-минус но и что тогда ты предлагаешь эмбер спириту сразу собирать кристаллис да нет я имею ввиду что если альянс слишком рано пойдут то у них все получится вот с чем делай если вы такая ситуация когда выбирать нету даже бф а я уже не получится именно в том смысле что есть халявная battlefury для эмбера это очень круто я видел это много раз люди пытаются пропушить как-то продавить говорят вот у эмбер еще там ничего у него нету ему просто дают импауэр и ему уже хватает сил чтобы откидываться вместе с волнами магнотавра я почти уверен в этом пике а вот альянсом нужно придумать кэри для лоды ему забанили 2 которым он все время играл и пришлось взять с лордара по этому поводу хороший ли не могли быть непонятен пик рубика в этой всей истории потому что он как-то и не то не враги воровать ну это если это твой единственный задача в этой игре то проблемы инстанция это инстанция но не создан для эмбера ты же можешь придумать какой-нибудь герой ты и посильнее все же для пуша инстанк знаешь таких ли он ли она подобные герои ну не знаю рубик неплох и и джейм очень хорош на рубике поэтому возможно воровать-то толком нечего тут рубик если не ворует трек то бесполезен я полностью поддерживаю данную болельщицу команды альянс действительно вперед альянс говорю это на весь зал а магнус это говорит нет тебе магнус говорит тебе не да но пока это не магнус пока думать и это герах это медовый эмбер ладно эти пики и сам матч мы обсудим после того как он закончится ну а сейчас мы передаем слово в зал mail шторм и каспер для вас прокомментирует эту игру второй четвертьфинал альянс против секрет начинается прямо сейчас доброго времени суток всем дорогие друзья с вами вновь mail штурм и каспер и мы начинаем наблюдать ровно так же как и все 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 зрители минск арены готовы смотреть за первой картой этого не побоюсь сказать грандиозного противостояния альянс секрет так тут получилось у нас что куда бы ни упали егэ все равно матч получался интересный и line с секретами тоже очень крутая крутая игра тот самый звездный состав который выигрывал интернешнл 2013 такие бородатые времена вспомнил все равно по часа и так но они вернулись борода снова отросла у воды у воды и не только илон друид фурион опять в пике и ждем мы действительно хорошего выступления по моему один из таких турниров да вот отсчет на нас лесу друзья и начинается начинается тот самый долгожданный матч мы видим лоду на слардере далее за ним и gm на своем супер ультра сигнатурном рубике с 4 на своем неповторимом паке еще со времен того самого интернешнл а аки андаинг ну и естественно вот он герой адмирал бульдог на медведя друзья ваши аплодисменты команда альянс ну и вторая команда пай лай дай на баунти хантере адмирал не то мизери да конечно же адмирал на вечер с профите гирокоптер от энви эмбер спирит от вихи и пупей на дазли это тим секрет я не понимаю за кого болеет больше зал вот реально 50-50 но возможно голос факера перевесит чашу в пользу команда альянс но уверен что на каждого факера найдется еще и какой-нибудь антифакер готовый топить за секрет и пока мы видим что пай лай дай поставил собственно вардец пытался немножко поразвлекать команду альянс и руны распределяются вполне себе понятным образом она для эмбера она для пака и керри слардер как ты относишься к подобного рода героям ну вообще неплохая задумка учитывая что здесь есть уже основная ударная сила в роли медведя и это такой ну действительно пуш то есть мы понимаем в глубоком лейте здесь гирокоптер эмбер спирит смотрится очень хорошо а вот именно в начале на там седьмом левеле лондруид начинает давить ты в рай вплоть до появления там радиансы кирасы он идет просто делать этот тачдаун вообще рубик здесь единственный наверное персонаж ну может быть еще медведь пока он не получил шестой которому баунтиханта реально может надоедать ну что рубик для бх это сладкая булка и он не почти уверен постоянно будет разминать мы видим стрелка и лада немножечко подстан разминает мизери очень опасно слушайте роняет здесь мизери у лоды не такой-то и долгий куда он на стане ну вот сейчас просветочка будут еще контратака отлично еще один слизерин краж пылай дай пылай дай пытается убежать но это будет хорст блат для лоды вот такой вот нежданчик на просветку очень сильно замедлила баунтихантера никаких шансов не оставила интересный факт ну наверняка все кто в зале прекрасно понимают так смотрим нападение на виху пак уходит в shift здесь же пайлай дай знают что он перетянулся и просто аккуратненько уходит элайнс интересный факт что для многих ланов зачастую те или иные матчи собирают больше или меньше людей здесь несмотря на то что у нас уже к сожалению ни одной снг команда не осталось полный зал возможно именно поэтому не полный зал потому что всех уже безысходность если будем еще и тут выбирать то что же вообще тогда посмотрим и в действительности я вспоминаю времена когда появилась только киев киберспорт арена и проведение первых крупных турниров турнир 4 кажется он назывался по контра страйку то там аншлаг был просто невероятно у нас еще одна смерть в сложной линии фури он гуфнулся на по фарму пока что он далеко не чемпион и раз за разом с лордаром он оказывает вот в этом то пик с лордара и был хорош потому что на первых лавелах его армор его атакующий потенциал очень неплохо на виху нападение с 4 как опасно еще нужно сделать два удара там есть правда еще хеллингсов должен зализывать раны себе виха так и делает он и какая халява там на топе вигас на эмбер спирите на вигас может быть это его второй псевдоним как виха вигас не находишь есть что-то схожее но вот в итоге с 4 потратил очень много он потратил кучу маны кучу здоровья на все эти размены виха находит руб регенерации и говорит неплохо сыграно пак ты хорош но не так хорош как я вообще довольно интересный драфт от team secret они пикуют эмбер спирита мы раз за разом говорим эмбер спирит так плохо против пака но здесь именно эмбера пикнули именно после пака то есть придется ему формить себе какой-то манта стайл чтобы скидывать сайланс и как мы видим на линии ему тяжеловато все таки эмбера маловато армора и пока вопрос с руки избивает в принципе у альянс драка получается опять же более слаженная потому что есть сладор андайн и пак которые могут очень классно начинать практически там любой замес маломальский а вот у секрет это просто вот этот мир за пакостный сплит пуш с какими-то гангами там летает фурион к баунти хантеру баунти хантер на хоть какого-то суппорта в лесу вы вот эта мерзость начинается то есть альянсов будут сейчас пытаться похоронить их же оружием если так можно сказать что вот этот сплит а секрет умеют играть этим сплитом они уже неоднократно демонстрировали играли на групповой стадии все игры которые я помню они играли исключительно сплит пушем и наступала в каждой игре такая ситуация что они где-то по кромочкам карты раскиданы все их герои их ищут в смоках они пытаются не попасться ну пока что они вышли с этой игры в плей-офф что уже неплохо хотя конечно мы ждем лучшего выступления team secret ну и что ж у нас виха немножечко подпросил будешь пытаться подвыше крипов под добивать качественно мы видим то что 82 пока у эмбер спирита и 24 на 5 пока вот эта грязь ну о чем и речь этот эмбер спирит очень жадный пик и покажется ему невероятно тяжело тем более в миде где он стоит против пака с лордар взял себе пт-шечку теперь к нему на линию вообще просто лучше не приходить вот такой вот пак со слордаром с легкой они при приобретении двух блинков могут так с ног на голову перевернуть всю карту что секретом действительно мало не покажется у них не так много бойцов то есть эмбер спирит если он будет играть через быстрый трава они например через барабаны это вообще мусор точно так же как и фурион на начальных этапах игры дазл ну хорошо хилет он разок-другой но этого импакта просто не будет баунт хантер это тоже плохой герой для драки 5 на 5 но бойцов кроме гирича нету именно один гирокоптер один гирокоптер который будет пытаться противостоять вот этой орде команды альянс еще и медведь там люди что-то бегать это же медведь от адмирала блога нигде он не будет бегать будет бегать на линии с крипами будет их убивать они ему более симпатичны так ну и лода у нас начинает подпушивать вышку здесь никого нету никто покажет не пытается помешать потихоньку того разминают переагривает крипов баунти хантер не удается его зацепить хорошая игра от пола и даю он сейчас засейвил ну хп 200 наверно пару соток наверняка действительно и отлично он еще там при этом хорошо должен подзаработать если получится нормально покрепиться будет вообще замечательно а фурион перетягивается в леса понимая что на линии ему делать нечего вот как раз таки мизери у нас уже есть фейзы наверное пойдет в какие-то барабаны может быть базилочка ну как собираются да несколько вариантов посмотри может быть это и даже медалька например если ты планируешь кого-то быстро фокусить либо оставить эту медальку для сборки дазла а себе выходить стандартные мидосы вот только что делать потом либо это аганима актарины для более жесткого от этого пуша сплит пуша либо же все таки что такое более крысятническое возможно шаду блейды разнообразные хотя против нет нет не против за него же играть баунти хантер ну слардер может конечно спалить но он не настолько крут но если это будет сплит возможно какие-то блинки скорее даже появится вообще всех на через профитов на этом турнире приводят к аганиму рано или поздно у нас игра и я думаю что здесь не будет исключением медведь там на верхней линии продолжает отводить крипов перепризывает точнее плинкует к себе мишку уже идет огромная пачка в этот момент еще и отводят крипов на нейтралов и получается какой-то невероятный экшен на лайне который конечно же ему в плюс потому что сейчас начнет забирать экспириенс но он гирокоптер пошел отжимать крипов не могут нам быстро с ними разобраться поэтому и дайорские клипчики скорее всего пойдут дальше под тир-3 да так и есть а нет смотри парочка крипов осталось но основная масса все-таки просочилась к адмиралу бульдогу ждем мы ждем и наверное прежде всего покупки блинков от секретов пока никаких выходов особых нету баунтихантер пытается левел получить эмбер спирит сладар такая вот интересная была попытка подсветили маунтихантера так вот интересная была попытка разбить вард рубиком неужели у него не оказалось не тангуса ничего другого для того чтобы скушать просто этот вард он вот так долго ковырял и в итоге лишился своего и пак конечно весь экшен альянсов будет начинаться только с приобретением первых двух блинков на сладаре и паке как я уже говорил ранее у секрет же этот этап вообще никак не понятно когда должен начаться потому что у них предела фарму нет них и гирокоптер который может до бесконечности фармить и эмбер спирит и на через профит естественно но должны они с шестым лавалом гирокоптера с тем лавалом фуриона пытаться что-то придумать эмбер спирит пока и героя позволяют они должны выходить и пытаться убивать потому что если они этого не сделают чуть позже к ним придет селедка с блинком пак с блинком и медведь с радиансом скорее всего на медведь вероятнее всего будет действительно через радик тарица сладар отжал руна у него эмбер спирит эмбер спирит посильнее стартара за счет своего флэйм гарда сейнг чейнс не хочет с ним драться а вот тут вот спорно потому что слизерин краш все-таки физухой бьет эмплифай дэмэдж тоже по физухе сардар бьет рученькой тоже все физуха так что вот флэйм гард конечно с лордару действительно вредит там зависит от того какого он уровня прокачки но я бы не сказал что эмберу совсем по барабану должно быть нет он жестко получать будет но если ему станет плохо он уйдет вот станет плохо у него такой возможности нет уже мало куда сможет деться тут ты абсолютно прав мы пока по-прежнему наш счет 2-0 пользу альянс оставляют фарм сейчас зомбарю оставляют фарма ну какую-то экспу рубику просто для того чтобы когда они перейдут в наступательные действия все герои имели свои сплы вот уже шестой появляется на играми слордар перетяжка в мид здесь пак поставил дрим койл дает сэланс минус нэчерс профит также бьют вику вихи очень больно виха пытается скастовать срабатывает божешки ты ты посмотри он должен еще дать одну тычку нет лода слишком далеко зашел по тауэр его должны убить да вышка его добивает забыл про нэчерс профита но нэчерс профит потратит потратил байбэк зомби захиливает и гэма и в итоге размен получился один в один но нэчерс профит вынужден был байбэк нутся на мой взгляд все равно это хорошо для секрет потому что сбили они тайминг блинка плюс ко всему байбэк стоит сейчас очень дешево на девятой минуте и это не является такой большой потери внутри один альянс все еще впереди на сладу немножечко блинк отсрочили говорится ну вот собственно мидасик довольно таки поздно ну потому что лондруид хардлейновый а не на легкой ну в общем-то для десятой минуты для такой карли не все крылья более неплохой посмотри 40 крипов учитывая то что на первом месте идут там гирокоптеры паки у которых 64 57 в процентном соотношении не так то он и мало крипов по сравнению с ними добил но да все равно чуть-чуть затяжной получился тот самый мидас посмотрим как он будет в дальнейшем использовать и вот он интересный сразу же момент потому что появляется клинок телепортации у слардера и сейчас начнется мне кажется очень жуткая кровопролитная битва да посмотри сразу же идут атаковать альянс куда бы они не выходили только эмбер имеет escape и все остальные герои погибнут очень быстро нужно играть аккуратно да ну вот сейчас палится фурион он там стоит как раз на глазике и все что подойдет фуриону точно также будет увидено и возможно точно также будет убита значит эти руны не забирать хорошие варды ставят и лайнс для того чтобы посмотреть кто где находится но секрет понимают что не видно селедку на легкой линии не видно еще двух героев и нужно просто захалдится и пока что исполняет все здорово да вот он пожалуйста vision команды и лайнс они видят все но и понимают что сами забрать никого не могут на покажем секрет очень осторожно действует это не напоминает ситуацию с битрайдером помнишь который у нас было на в предыдущем матче вера абсолютно также только здесь и лайнс побольше теряет потому что у них куча героев смоках пошло они просто битрайдер ушел в лес именно именно но это преимущество баунти хантера который дает разведку главное не попасться здесь заходят а тут контр-нападение и могут попытаться поймать пока пока тяжело будет убить этими персонажами все-таки орб есть и может он просто отсюда улететь так что секрет мне кажется тоже остается здесь ни с чем если только не отважится нападать в открытую прям подвышки мана маловато упал айдая также ну и в итоге позиции не очень хорошая просто пробежали поставили варды теперь отступают на эншентов и выходят на мид дефать тяжеловато конечно сильно пушится да вот мы видим вив должен этот вив спугнуть наверное команду альянс но я бы не сказал что это абсолютно так виде у них очень мощная инициация которые не могут похвастаться секреты если секреты вдруг где-то немножко под стрянут наказать их за это не составит особого труда лод забирает баунти руну паку достается дд уже потихонечку и lines начинают контролировать карту вот как раз таки до 12 минуты секреты никуда не вышли и все и теперь уже особо никуда и не выйдешь там блинки и сами lines рады в любой момент встретить соперника зомби берет еще один смог и еще раз попробуют кого-то найти как только выиграют хорошую драку сразу же могут переходить на рошана со сладаром и довольно быстро его забирать из-за амплифай дэмэджа даже несмотря на то что казалось бы прямо таких хороших дэмагеров нету ну пока да пока так и есть но время обычно меняет подобные вещи но тоже все видят секреты хорошие у них варда стоят видят медведя рубика сейчас увидят зомби со смоком там же пак где-то рядышком с лордарной линии честно я вот при такой игре альянсов жутко пассивной я не совсем понимаю схему их побед вот этот win condition потому что секрет со этой стратегии играли сто пятьсот миллионов тысяч раз и они смогут я думаю с уверенностью засплитить одного-то медведя в итоге потому что с лордар это все-таки ну керрию весьма сомнительного качества а там пару мощных персонажей это присутствует конце концов я думаю ждут еще медведя как только появится у нас радианс сразу же пойдут что-то грызть другой вопрос что вообще как-то совсем ничего не напошено ни снизу ни сверху ни на миде ни одной вышки снизу тавр только чуть-чуть битый но этого конечно же мало с 4 также покупает себе отличный артефакт который мы позволят врываться да и теперь в паре можно творить ветер в паре нужно творить ветер и нельзя расслабляться я не знаю почему команда у нас на этом турнире по крайней мере стадии плей-офф так осторожно играют вернее я догадываюсь то что все-таки single elimination возможно делает свое дело и команды реально не хотят слишком много ошибаться но это только первая карта тут можно косичить как угодно очень не хватает центрея для айлайнс просто вот этот баунти хантер сейчас бегает делает все что хочет и пайлайдай он в принципе так играет что его могли бы уже пять раз забрать и это вполне типичная для него статистика он так всегда играет нет очень много дает разведки на любом герое но здесь я не вижу ни одного центре от и лайнс как они собираются вообще с этим баунти хантером справляться понятное дело что если он покажется его сразу убьют но он же не покажется он так и будет сидеть в инвизе бесконечно и светить вам всех героев да да такое чувство будто альянс просто добровольно отказывается вообще что-либо предпринимать никто не на кого нападать не хочет говорят давайте мы будем играть со своим медведем мы в него верим и пофиг то что вы его потом убьете за полсекунды ну или же всех нас помимо этого салона медведя если у эмбер спирита появятся нормальные слоты но пока что мишка очень быстро набирает фармы скорее всего здесь здесь он успеть должен нафармить и из лордар нападение клинчейн студия срабатывает все речи срабатывает на телегу и на дальнего крипчика то есть лордар уходит эти зомби сюда здесь уже находится лондру и тем временем пак нападение на баунти хантер баунти хантер вовремя уходит в инвиз его не зацепила древкоилом живет на даже с баунти хантером не расправился ну есть мнение что с помощью просветки баунти хантера убивать гораздо проще чем без нее однако пока что и лайнс обходится без и продолжает баунти хантер их просто разводить ну баунти хантер сагрил на себя пока тот потратил весь свой рассказ альянс мне вот реально игра напоминает как в папочке каком-то все бегают кто-то что-либо и уже пушат на даст ли да так волосика жанра а тут ребята уже начинают действительно подпушивать забирать вышечки потихоньку да конечно это только первая таура но альянс даже эти похвастаться не могут они просто сидят на булке и ничего не делают где работа саппортов где центре наконец-то егэм сбивает вард на верхней линии который полил все передвижения на топе здесь конечно может быть никого они не заберут но хотя бы герой который стоит на легкой он будет бояться и не будет так нагло фармить как делал до этого где mind games где просто да 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 где желание победить где весь этот креатив какой-то экшен драйв и в итоге мы видим то что секрет они просто всегда так играют вот на них я не наезжаю почти вообще не чуточки ну а не да они постоянно это хорошо них стабильно этот эмбер спирит у них стабильно там появляется гирокоптер эти баунти хантера не то что где-то в крыску побегали побегали заработали побольше денег эмбер спирит расформился всех убил вот как раз эта команда может демонстрировать подобное я не знаю в девяти из десяти игр наверное почему альянс ничего пред не предпринимают имея зомби с лордара пока что они будут делать дальше когда появится там бакен бар на гирокоптере чем его собираться будут убивать до зомби так вообще смотрится ну чем дальше тем хуже в начале он вообще ничего не сделал и у него очень маленький над ворс ну разве что какая-то там бана рошаня там может помочь так смотрим баунти хантер откидывает с треком пошел сразу вы не через профит они дают забрать товар айлайн сразу же бегут их пупей гонит пупей на дазли пупей пк врубил смотри еще и виха секрет секрет по моему в шоке от того что им просто вот так вот отдают фраг забирают тут же тамбу в этот момент лондруид накидывается на тавр миди но гирокоптер его сэйвит лода также рядышком синий огар дает по щам этот момент закрывают пока пока уходит на блинке или это лода опять и опять альянс играют очень пассивно не знаешь мне эта игра напоминает егэ против веги что вега точно так же бегали как мальчики для битья они ничего не могли предпринять до альянсом ведут 3 2 но честно они для этого толком ничего не сделали то скорее были небольшие косячки от секрет в частности вот этот размен там с баунти хантером внизу ну да ну это это было не критично сейчас все у секрет хорошо пока их не давят они чувствуются абсолютно спокойно выходят в нужные артефакты хороший вардинг вот сверху немножко не хватает какого-то варда чтобы понимать что там происходит низ карты заваржен очень качественно и и вот он пожалуйста график никакого преимущества абсолютно хотя альянс там вроде бы пытались вроде даже у них получилось заработать пару косарей но в итоге все сдулось вот они барабаны на наичерс профите становится чуть-чуть пожирнее тяжелее его теперь забирать тому же паку если вдруг с прокастом решит ворваться на этого фуриона и попытаться его убить до момента как тут сделать это паут и я не знаю что добавить это пока что тухляк но это это вот тот самый эмбер спирит который сейчас зарабатывает свой фарм кстати говоря он взял себе боевой билд немножко из-за этого может просесть по фарму но я так понимаю все таки опасался того что его придут кушать а пока что его не кушат снизу у нас нападение на лоду но здесь по его и просто гоняет с лордара кстати у страдара видимо такие непринужденных с непринужденностью в голосе в паунте hunter гоняет с лордара ничего нового ну когда команда отдает зомби просто имея с лордара с блинком и пока при этом не ну где вроде бы она должна нападать еще и по трекам этот враг отдает тут ничего удивительного полностью alliance отдают секретом инициативу да вот про как они будут вырывать потом эту инициативу ждем радианса может быть с радиком пойдут как-то выйдут хорошо давай не пойдет с радиком что будут ждать потом потом уже можно в принципе не ждать и надеяться на то что супер круто все исполнят не знаю что эмбер спирит зайдет несколько раз умрет ничего не нафармит но сделает байбэк прилетит еще раз умрет и так сделать команда по очереди ну да более адекватного сценария я не могу найти пупей самый лучший герой для сплит пуша дазл во всех пабликах страны завтра уже пушит вам понимаешь вот вот это до чего до какого абсурда дошла вообще эта игра то что пак слордар оба с блинками не могут убить сплит пушащего дазла они не хотят этим заниматься но с другой стороны возможно эта смерть не была бы такой финансово выгодной потому что паки вот эти слордары вместо чтобы фармить гонялись бы за каким-то дазлом чтобы получить на пару сотен голды ну вот как раз этого не хватало во многом веге чтобы там соло хотел сплитил и во многом из-за того что игре просто старались ну игре реально жестче играли контроль ли карту здесь тебя будут сплит пушить эти герои ровно настолько насколько ты им позволишь ну вот он радианс давайте смотреть пупей там уже не знаю сколько он тысячи две наверно с этого нижней линии ну идите вы убейте его там одним каким-то паком нападение на эмбер спирита эмбер спирита не поймать он успел вернуться из-под первого станом но их вынужден отойти этот розовый крестик снизу по-прежнему там и он реально сейчас несет тир-2 не если дазл заберет там т2 это будут конечно просто слезы ну просто обратите внимание на нетворст дазла он скоро догонит эмбер спирита такими темпами здесь рубик ломает мид тоже примерно по той же схеме что и дазл работает кстати егэм боятся боятся все-таки спириты о секреты боятся они лон друида забавно только что была разрушена одна из вышек и рубик как только вас хитил там был глиф и когда влетала плюха врубился второй глиф потому что вышка на топе упала да и он очень долго добивал очень долго добивал вот уже появляется яша понимает видно что за сплит кушать здесь по тэшечке будет тяжеловато нужно какая-то мобильность конечно в принципе ну ловить его здесь я не скажу что прямо так тяжело но пока что не получается у alliance хотя лондроид продолжает фармить все больше теперь уже эта игра мне напоминает тот самый матч айджи дк где публика аплодировала при каждом ударе по тавру мы близки к этому но там медведь только что раз вышку код снул я думаю что это уже отчасти достойно аплодисментов ну и lines действительно с радиансом пошли пушить зал поддерживает давайте намекнем командам но здесь лондроид с радиансом выходит уже сносит вторую вышку по топу и lines действительно пошли возможно они сейчас попытаются даже как-то подпушить хг медведь втанковывает купе и делает телепорт но это мисклик конечно кидает да он хотел кинуть медальку на медведя под медалькой медведя можно очень быстро убить savage roar какой грамотный тембилд и вот медведь уже остается практически ну хорошо альянса чего собираетесь делать дальше у вас мятера какой план действий фурион спокойно снизу фармит и пушит линию и уже тер два на нижней линии падает ее никто не стягивается 9 где инициация от пака где инициация от слордара она очень сильно нужна уже упала вышка снизу это та самая вышка которую дазл пушил просто нонсенс ну ладно там потом под конец оказался фурион но суть не в этом суть том насколько альянс безответственно относится к положению вещей на карте насколько они не хотят ничего делать насколько верят в то что их медведь со слордаром я не знаю ну других героев я не могу приплести кстати игры там 50 плюс минут так с трудом получается потому что они будут сильнее но чем фурион гирокоптер и эмбер спирит я бы отметил вот так вот чтобы на всякий случай мало ли если каким-то образом секрет ошибутся около своей базы и медведь сломает все очень быстро поэтому секрет смотрится сейчас неплохо но их ситуация не подразумевает вообще серьезных ошибок медведь их не прощает но это так просто на тот случай а то вдруг часа лайн сломает базу будем сидеть и играть какие они красавцы всю игру тащили а мы она бы всегда так делаем в конце концов у нас всегда должен быть путь отхода всегда нужно указывать альтернативу что потом если не получилось слордар нападение на баунти хантера нужен свет вот есть свет азиз свет и действительно так и получается и это первый фраг минут за десять последних наверное я так понимаю там упака гем судя по всему нам может быть его покажут да так и есть потому что никакой просветки не было каким-то образом было видно решили радикально бороться и сейчас упали до начинается очень интересные доты потому что ну потому что нельзя нигде бегать кроме купили купили просветку враги обычно это происходит когда я играю например папчики со своим обычным никнеймом против меня на линию ребята приходят с четырьмя сентрями и двумя пачками просветок даже если ты играешь на герой без даже если я играю на гирокоптере действительно то есть стабильно стабильно такое происходит у нас видим мал штром у начерс профита и вы видите что происходит битва пеньков пеньки разведчики бегут пытаются выяснить что же происходит там в этом нельзя даться на рожане ставится там ба ставится там ба по окраску ас лордор уже с бкб запрыгнет гирокоптера поднимают воздух гирокоптер очень сильно проседает там ба все еще стоит спавнится миллион зомби умирает первым руби ордора опять попадает по двое медведь подходит корни по вихе срабатывает у них просто улетает отсюда на свой ремнант мизери тем временем забирает пока каким-то образом ему это удается но сейчас должны также забирать мизери мизери ой 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 лода тосик мой там тос был нереальный выживание просто закрою то есть просто попросил забирать на развороте мизери пытается спрятаться в рожпите тут же залетает еще эмбер спирит и посмотри как он дамажит и я ты счет купею купе что ты творишь успокойся успокойся купей купей он еще и на развороте сейчас сможет воду собрать тут же баунти хантеры втроем втроем забирают слар дара минус 4 от ким секрет нереально провели эту драку секрет и раскатили не позволили никого убить дазл там дважды или даже трижды давал грейв и в итоге очень все здорово сделали несмотря на то что все это время стояла тамба и казалось бы драться наказывают секрет за без яйцевость у нас весь групповой этап и половина квалификации на мажор это было просто наказание за отсутствие силы воли вы набрали бойцов так идите и деритесь тряпки а что там упаку на через профи то мне интересно за артефакты у него маустром у него только у него две тысячи уже на руках ничего себе он кстати говоря вот отличие от всех на через профитов которых мы видели за этого от большинства у него есть мидасик и он очень быстро набирает фарм он смог каким-то образом пока заковырять хотя казалось бы пока убить очень тяжко с его блинком шефтом арбой и материальное положение для секрет сейчас должно просто невероятным образом улучшится напоминаем то что у них все таки есть имбирь который со своим блинком и пт-шечка является достаточно крайне уловимым персонажем ну и денег у фуриона нам показывают опять же много эмбер спирита там практически готовы battle fury насколько я помню вот и тот самый battle fury да вот и бф появился у эмбера и 202 увихи очень хорошо он отыгрывает пока что несмотря на тяжелейшую линию он догоняет пока вообще интересно что что вообще произошло в этой драке потому что и лайнста сейчас могут выиграть за счет того что они сильнее лоб в лоб ну вроде как и драка была лоб в лоб так драки не было ты понимаешь но они не хотели драться изначально там было какое-то невнятное нападение половина убежала вправо от пещеры половина на базу пыталась убежать потом увидели что то поле сейчас вернулись момент вот наконец наконец-то они вспомнили для чего у них сделаны герои но проблема в том что ты уже неплохо фиданул ты уже даешь эмберу лишние статы лишний там блин даггер например ты ему подарил бэфчик бэфчик да там появляется фурион точно также становится чуть плотнее гирокоптер то есть все получают только плюс от того что ты медлил а сейчас попробуй с этим паком просто суть в чем вот обычно да там на гирокоптер выход стартар вешает минус армор если какая-то вкбшка лондруид уже бежит ну ну он один абсолютно можно было выцеплять но бояться из-за того что есть аегис и теперь контратаку получают эмбер спирит пытается поймать пака пак дает сэланс дает пак гирокоптер разкастовывается эмбер спирит дает фисты и в итоге уходит отсюда лода на лоу хп умирает лода очень битый зомби также погибает все выживают у секретов гирокоптер даблкил вот опять где где те самые вот там вот внизу которые болтаются что происходит так заходит получает трек и уходит уходит на лоу хп его бы как сейчас не поймали эмбер спирит а его просто убили в итоге и это минус 4 это просто минус 4 секрет просто начинают овнить ужас не захотели нападать на гирокоптер с аегисом в итоге могли бы забрать хотя бы аегис что бы на него вообще тогда пошли вот первая мысль потеряли да первая мысль идем нападать на гирокоптера но у него эгис развернулись начали убегать и и то там как ты знаешь неуверенно опять же там два шага назад шаг вперед что за отсутствие координацию ленции не знаю может быть какой-то джетлагом это нельзя назвать они все-таки шведы тут недалеко пару часиков буквально вообще можно было бы сказать что и лайнс проводят окно если бы только они прилетели была первая игра не будем забывать у них был тяжелейший перелет но за эти два дня я думаю они уже должны были прийти в себя более менее да конечно смотри как медведя тут расковыряли медведи выталкиваются форстафы гирокоптер теряет свою эгиду разрушен вертолет и отличный форстафы только посмотреть как действует и ты посмотри какой он приносит себе артефакт да там уже баттерфляй и как его убивать при том что есть дазл на подсеве и свой дэмэдж гирокоптер выдает баунти хантер выбивает гем из пака кстати говоря и теперь этого баунти поймать будет еще сложнее наверняка следующим артефактом возьмет себе блин блин форстафы бх не уязвим тем более с гемом да так сейчас смотри с этим гемом во-первых стоят очень агрессивные варды мы видим на пригорках возле базы команды альянс соответственно баунти хантер со своим гемом проходит смотрит нет ли там на холмиках каких-то оборонительных глазиков и все вот это наземное что теоретически могло быть у альянса она уничтожена альянс vision достаточно агрессивный также но толк с этого если половина команды противника у тебя в лесах тусуется и ты вообще ничего не понимаешь на вот видит сейчас пока как фармит гиролёд гиролёта просто нереально по деньгам все не 15 тысяч 13 с половиной тысяч стоимость также ничерс профита и не будем забывать естественно премьер спирита который может себе сейчас купить уже кристаллис ну и баунти хантер его треки очень сильно заметно если посмотреть на творце сейчас именно на разницу у саппортов то есть да зла опережает на 2000 дремкойл мизери бывают его мизери запустил ультимейт сейчас паку нужно жить паку ходит шифт эмбер спириту очень больно с лордар его расстреливают но приходит энви начинает бить тамбу а попутно избивает ладу минус лада я увидел этот момент смотрю стоит сладар прилетает гирокоптер и начинает месить не с лордара не пока просто начинает неистово валить по тамбе и вот эти ядрышки которые с лордар ведь мы тоже не сразу заметил они и прикончили сель ну гирокоптер уже селедку убивает что в принципе не совсем нормально когда у тебя след на первой позиции формально медведь медведи очень тяжело и смотри что делает эмбер эмбер понимает что его пт уже нафиг не нужно то что можно позволить себе купить уже бутсу в тревел и спокойно начинать сплитить на сути тоже вполне понятное 4 уходит шифт есть юл должен быть юл уходит с блинка гирокоптер раскастовывается в этот момент юл шифт еще раз аки тем временем забирают сэвэдж рор все бегут за эгэмом эгэм по трекам также погибает это минус 2 саппорта можно забирать вполне везде треки везде треки все бабки 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 драка крутится лавэха мутится говорит пайлайдай и по сути он целиком и полностью прав еще и вышку можно сейчас запушить мне уже страшно представить сколько денег должны вести секрет потому что у них там таза умеет просто колоссальное количество бабла вы только посмотрите это 13 тысяч преимущество в нетворсу да и просто заходит сами бить базу флэком гирокоптер расстреливает очень много дэмэджа в том числе по медведю прогоняет всех героев и решают отступить потому что резается зомби и принципе тропиться некуда у них все очень здорово и спешить им не нужно лода а спешить нужно было спешить когда-то альянс они сейчас уже после драки кулаками махать поздно пить боржоми когда почки отлетели тут так или развороте ставит ракеточку тем временем эмбер спирит привязывали двоих и они пошел рассказ сэвэдж рор но замедляет по всем заходит колдаун запрыгивает нэчерс профит окружает себя с прутами из них начинает наваливать вызывает пеньков минус бульдог профит удают грейв пупей лода падает это минус 3 3 полкил а тенге и пошел дальше он хочет сделать этот ультра киев слардар выкупился видимо рампажечку хочет джеки подарить ну можно можно попробовать минус вышка уже реально сейчас подарит рампажечку там пак ворвался пока просто уничтожает как будет уходить в арбу но не отвлекаются секрет они продолжают разрушать бараки да не будет уже рампажечки но я думаю они не сильно расстроен очень здорово все исполнили на развороте секрет ты расстроился ну да ты не сделал рампажечку ты понимаешь насколько это сильно бьет по эго при том что еще противник даже байбэк сделал начерс профит возвращается точнее он пытался поймать там пока и гирокоптер без бкб-шки спокойно с доминатором бабочкой насколько уверенно он себя чувствует в этой игре что не пригодилась ему блаткингвард сайл он свешивает на гирыча у ютубу так залетела бедолага просто уходит сейчас под фонтан вынужден прятаться в юл для того чтобы его никак не снесло но две стороны ну две стороны против фуриона с агонимом я помню игры разве что ну парочку может быть когда такие ситуации переворачивали я помню игры когда было наоборот и даже они переворачивались когда против фуриона точнее когда у фуриона было снесено две стороны и он попытался как-то сплитить а когда против фуриона эти два барака точнее две стороны отсутствуют я честно говоря даже не знаю что сейчас нужно делать аликом так ну что лоту сорб на баунти хантере для того чтобы снимать себя с сайланс или с другого любого героя точных спилов здесь особо нету которые просто зарефлектить этой способности вот эти все дела которые обычно вешаются на твоего пор это может быть и гирокоптер и эмбер спирит это по ситуации будет бх ориентироваться у нас через профит залетает прямо в гущу событий но бежать бежать отсюда нужный эгэм под минус армором дазла как же его харасит мизери в итоге минус эгэм здесь живиха привязывает пока привязывает бульдога пока просто стирает ультой начерс профита лоду также закрывают пеньки и финиширует профит отличная игра команды секрет 35 минут ровно я бы сказал опять же словами шансунга флолы с виктори а я бы спросил у факера что там у альянс я бы это же кстати задал ему этот вопрос потому что пока альянс выглядит вообще нифига не собранными ну вот просто команды нет это просто пять ребят которые зашли поиграть в папчик ну простейшие вещи сэнтри против бх сэнтри просто на линию чтобы он не зашел в твой лес в одну эту точку ее один раз поставили эту сэндрю после чего ее разбил сам баунти хантер съел и все и больше не было как будто они в магазине кончились очень странно сыграли альянс надеюсь они придут в себя и во второй игре нам покажут именно надеюсь придут себя надеюсь они хотя бы начнут играть они просто присутствует на карте не просто перемещаться между крипчиками и фармить их банально нужно включаться в игру если ты хочешь остаться в этом турнире потому что напоминаем это single elimination команда которая проигрывает сейчас выбывает из турнира 1-0 секрет ведут и следующая карта возможно станет для шведов последний мы сейчас с вами будем ненадолго прощаться у нас как обычно рекламно-музыкальные паузы после которой наша студия аналитики разберет все по полочкам